Как же не ошибиться при выборе меда? И какие существуют самые распространенные ошибки? Вы узнаете в этом видео! Всем солнечный привет! С вами Константин Долголет, а это мой помощник Мишка Добрыня. Привет! Здесь мы рассказываем о ценности натуральных эко-продуктов питания и здорового образа жизни в целом. Поехали! Первое. Это брать дешевый мед в надежде на то, что он будет качественным. Предлагаю сразу снять розовые очки и запомнить, что качественный мед действительно хороший, без сахарного сиропа, не может стоить 100 рублей. Это просто как аксиома. В 99% случаев баночка 250 мл за 70 рублей. Это мерзкая подделка с усилителями вкуса. Плюс, скорее всего, он греты, потому что мед, для того, чтобы попасть на прилавок магазина, обязательно должен пройти пастеризацию. Там идет нагрев свыше 70-80% градусов. А мы знаем, что при 40 градусах и выше, мед теряет все свои целебные свойства и становится просто бесполезным сиропом. Зачем он, собственно, вам нужен, если вы собираетесь жить долго и счастливо? Тут Кость согласен, мед с полок магазина и мед с пасеки – это вообще разный мед. Качество разительно отличается. Мед – это ценнейший продукт питания, который очень трудно добывается. Соответственно, цена на него, в принципе, не может быть низкой. Иначе это сразу попахивает подделкой. Смысл вообще брать дешевый мед? Тогда проще взять несколько килограмм белого сахара за 30 рублей. Поэтому я бы на низкую цену абсолютно не ориентировался. Это, знаете, такой заведомо проигрышный вариант. Мол, авось повезет. Может быть и повезет, но не в случае с медом, это точно. Еще важно учесть, что мед – это самый подделываемый продукт в мире. Я думаю, вы сами понимаете, что у вас будет в баночке, решив немножко даже сэкономить. Тут-то порой за высокую цену вам подсовывают фальсификат, так сказать, на незнающего. В целом, мне кажется, экономить на здоровье – это глупо. То есть есть такие вещи, на которых беречь деньги вообще не стоит. Например, это же ваше тело, ваш организм, так сказать, божественный дар. И засорять его некачественной пищей с красительными консервантами, глутаматами натрия, как по мне, это глупо и абсолютно нерационально. Как вы думаете? Кость, я с тобой согласен, потом же еще придется чиститься. А это тоже не быстро и порой даже труднее. Еще одна распространенная ошибка – это думать, что вы приобретаете мед исключительно с одного растения. Да, конечно, при нашей кочевой пасеке это хотя бы более реально, потому что мы подъезжаем именно вплотную к полю, например, к гречихе. И, соответственно, пчела видит перед собой поле гречихи, с них она уже и будет собирать волшебный нектар. Но это не значит, что рядом, например, нету клевера, чертополоха, в соседнем поле не цветет золотарник. Пчела, она собирает нектара в радиусе 5 километров. Соответственно, в медочек попадут разные травы. Просто запомним, что чистого меда с одного растения его в мире не бывает. За исключением каких-нибудь генно-модифицированных сортов с адских фабрик. Поэтому, как говорится, в мед попадает множество растений и трав. Расслабьтесь. Да, монофлёрный мед, например, мед, собранный с одного растения с гречихи, не означает, что там не будет множества различных других трав. Он будет преимущественно состоять из гречихи, но также там будет и смесь. Еще одно популярное заблуждение это то, что свежий майский мед якобы гарантированно хороший. Правило первой свежести здесь абсолютно неприменимо, как к тому же, например, хлебу только что с печки. В 75% случаев пчеловоды торопятся как можно быстрее откачать мед, упуская тот момент, что пчелы в 80% случаев еще не выпарили всю влагу из меда. Все это делается для того, чтобы побыстрее продать и уехать отдыхать на все лето в Таиланд. А пока пчелы не выпарили 80% влаги из меда, то он, скорее всего, у вас забронит. То есть тут опасность состоит в том, что если откачивать раньше времени мед, он еще такой, знаете, водянистый, то в 99% случаев вы потом будете вспоминать пчеловода явно недобрым словом. Потому что мед у вас забродит, закиснет, будет такой мерзкий, возможно, с пенкой белой. И этот мед, его остается только выкинуть. А что с ним еще можно сделать? Даже выпечку не хочется такое класть. Поэтому, кто берет самую первую партию в мае, они, как правило, рискуют больше всего. За свой мед могу с чистой совестью сказать, что мы прямо ждем, когда пчела сверху покроют восковыми крышечками. Это показатель того, что они выпарили из меда 80% влаги. И мед у вас в будущем не забродит. То есть именно в этот момент его и можно уже тащить на медогонку откачивать. У плюс, как говорится, это же репутация, которая ценится на вес золота. Я думаю, в целом, очень важно кушать хороший мед от природы, который будет дарить замечательное самочувствие, легкость, бодрость, омолаживать вас. И просто поднимать настроение, потому что, когда у вас дома находится хороший мед, это замечательно. Плюс, тем самым, вы здорово укрепляете свой иммунитет и сбережете сотни тысяч рублей, на лекарства. А за натуральным и качественным медом с экологически чистых мест Краснодарского края пишите в личные сообщения. Все ссылочки оставлю в описании. Также, друзья, занимаюсь другими эко-продуктами для долголетия. Сродавленным маслом, китайским чаем, сушеными грибами. Тоже все ссылочки будут в описании. Пишите, буду рад вам помочь. Крепкое здоровье, лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет. Пожелаем вам волшебного дня.